Грубо говоря, знаешь, это же не говорит об его абьюзивности. Ну, вообще говорит. Тебе уже 28 лет, ты девушка, тебе нужно рожать. Женщинам очень непросто. И эти яйца им мешают. Как будто говорит о том, что ты вообще не мужик. Нафига кого-то слушать вообще? Зачем? Всем салют. Меня зовут Каймана, это подкаст «Мысли вслух». Дэн, ты в своих рилсах очень часто освещаешь тему отношений. Да. И сегодня я предлагаю тебе поговорить про эту очень актуальную на все времена тему. Я уверен, тебе есть очень много чего интересного рассказать в рамках твоего подкаста, потому что в рилсах очень много не запихнёшь, а здесь... Ну да. Слушай, ну вот смотри. Начну, наверное, с цитаты как раз моей рилсы, которая сейчас последняя, которая прилично набирает сейчас в инсте. Вот всю свою жизнь я думал, что мужикам сложнее живётся, чем женщинам. Последние года-два жизни я много думал, знаешь, вот наблюдал, философствовал. И последние года-два жизни я пришёл к тому, что женщинам очень непросто. Им непросто, им точно не легче, чем нам, и, возможно, даже сложнее. Объясню, почему. То есть сейчас пацаны накинутся, но я реально объясню, почему. Типа, это факт. Когда женщина одна в этом мире, ей нужно отращивать так называемые яйца, чтобы защищать свои границы, защищать себя, зарабатывать на хорошую жизнь, потому что она тоже хочет путешествовать, она тоже хочет хорошо одеваться и так далее, да? Потом она вступает в отношения с мужчиной. И эти яйца им мешают. Обоим. Объективно. Тебя что-то как бы подавляет его эго. Ну, типа, они начинают бодаться, вот это вот, ну, короче. Она начинает себя переламывать, менять, перестраивать, как хочешь это назови. Убирать эти яйца, становиться мудрой, становиться мягкой, гибкой, слабой, за мужчиной. Покладистой. Покладистой и так далее. Что происходит потом? Они расстаются. Не все же отношения ведут к браку, ну, очевидно, большинство отношений ведет не к браку. Вообще, в целом, сейчас отступив от этой темы, я считаю, что люди встречаются в жизни по двум причинам друг к другу. Ну, их больше нету причин. Первая причина – это опыт. Вторая причина – это твоя судьба вот на всю жизнь. Ну, как правило, это опыт. Так вот, что происходит потом? Потом они расстаются, и женщина оказывается снова одна в этом мире. Слабая, покладистая, беззащитная и одинокая. И ей опять нужно переламывать себя, перестраивать, меняться, отращивать яйца, чтобы опять себя отстаивать, защищать и так далее. Постоянное подстраивание, переламывание – это непросто. Это непросто. И мне кажется, пацанам это надо понимать. То есть, типа, и когда ты это понимаешь, ты, наверное, попроще на некоторые темы будешь реагировать. Как минимум, что там человеку нужно время где-то или, ну... Слушай, тема, на самом деле, очень интересная и мысль очень интересная. Давай немножко даже вот разовью эту тему. Я сейчас выступлю в такого, знаешь, немножко позадаю вопросов. А вот наверняка возникнет мнение в комментариях, в том числе у мужского пола. А что с мужчинами? Неужели у мужчин нету каких-то компромиссов, которыми нужно идти? Неужели у них нету тоже такого, знаешь, когда он самец, он ищет себе самку, он тоже становится сильнее, увереннее. И ему тоже, условно, не все девушки потянут такое раздутое эго, что называется. Ну, даже нет, не раздутое эго. Ну, в общем, думаю, ты понимаешь, к чему я клоню. То есть, мужчине же тоже во многом нужно будет идти на компромиссы в случае вот... Или же все-таки нет? Отношений? Да. Ему не придется себя перестраивать. Он по жизни должен идти сильный такой, типа, побеждать, защищать себя, зарабатывать и так далее. В отношениях, как принятый мужчина, такой же. И потом он расстанется, он будет такой же. Не, ну ты знаешь же, многим девушкам не нравится. Нет, ну опять же... Мужчина такой же, знаешь, уже передавливать там. Нет, погоди, но мы говорим уже про другие вещи. То есть, это уже передавливать, оскорблять, газлайтить или там все современные словечки, абьюзить и так далее. Это уже отклонение. А я имею в виду вот просто, типа, вот такой стандартный и здоровый формат отношений. То есть, понятное дело, что не все в нем могут жить. Ну, типа, когда женщина замужем. То есть, ну, когда она какая-то, ну, более выступает в роли мудрости, там, ну, более какой-то гибкости и так далее. То есть, мужчина, главный у них в семье и так далее. Ну, то есть, мужчине, получается, ему не надо меняться. Он и по жизни, как бы, такой, типа, вот, как ты говоришь, совместным, еще что-то. И он, ну, и в отношениях он такой же. Девушке, я говорю, у нее постоянно красное, черное-белое, черное-белое, черное-белое. Хорошо. Хорошо. Ну, мужикам, я тоже, про пацанов, пацанам тоже непросто. Просто я думал, что женщинам там легче, еще что-то, но я говорю, им точно не легче, если не сложнее. Пацанам непросто в том плане, что, типа, сейчас тебе, ну, реально такой мир, что он просто диктует общество, что если в 25 лет у тебя нет квартиры, ты не помогаешь теще, маме, папе, бабушке, бля, я не знаю, кому ты, у тебя нет машины, еще что-то. Все, ты вообще, ну, по сути, общество как будто говорит о том, что ты вообще не мужик. То есть, типа, типа, что с тобой вообще иметь, то есть, вообще, если у тебя нет всего этого 25 лет. Ну, да, философия успешного успеха. Ну, типа того, типа того. Ну, хорошо. И как бы пацан вообще не может расслабиться, то есть, знаешь, типа... Окей, нет, здесь я понял. Тогда смотри, на самом деле я не имел в виду то, что там, не говорил про абьюзеров мужчин там и так далее, то, что бывает просто мужчина сам по себе такой очень, ну, влиятельный в семье, знаешь, и тоже многим девушкам не всегда это нравится, допустим, когда они выбирают, куда поехать отдохнуть. Да? Мужчина жестко говорит, вот, допустим, все, мы едем туда. То есть, грубо говоря, знаешь, это же не говорит об его абьюзивности. Ну, вообще, говорит... Ну, типа, смотри, какой бы он ни был влиятельный, если... Блин, ну, понимаешь, вот... Да, ну, хотя согласен, да. Я, типа, через это особо не проходил. У меня там последние отношения были такие, что как-то у нас все совпадало. Я как бы говорил, я говорю, там, вот, едем туда, там, сюрпризы, например, и всегда совпадало, всегда это все с кайфом было. Но если это не совпадает, ну, как бы, во-первых, надо подумать, твой ли это человек, потому что очень важно, очень важно, чтобы у вас все совпадало, интересы и так далее. Ну, ты протянешь на сексе, на химии, ну, год, ну, два, ну, три, ну, четыре, ну, допустим. Дальше в ход идут другие вещи, которые более фундаментальны. Совместные взгляды, интересы, там, и так, ну, и все прочее. Поэтому, ну, это чуть-чуть, да, абьюзерство. Если ты говоришь, там, мужчина такой, вот, мы едем туда, ей не нравится, и ты такой, да пофигу, что тебе не нравится. Ну, значит, надо что-то найти, что вам обоим понравится. Не, ну, тут согласен. Такое, да. Тогда такой вопрос. Что для тебя здоровые отношения? Блин, слушай, они у всех свои. Нет, что для тебя? Да они даже могут быть нездоровые. Вот, слушай, вот у меня, знаешь, какая позиция? Типа вот, что-то говорят родители, психологи, общество. Вот у вас 10 лет разница. Это неправильно, это странно, а как же так? Или тебе уже 28 лет, ты девушка, тебе нужно рожать. Да блин, ну, камон, если тебе кайф вот так, правильно это, неправильно. Что говорят психологи? Да какая разница? Так же в отношениях. Если они находятся в абьюзивных отношениях, и они счастливы, они друг друга подстебывают с этой хренью, или еще что-то. Да вот кто бы, ну, реально, типа, я могу к ним подойти и сказать, что, типа, бля, у вас абьюзивный вот этот вот термин отношений. Да никого не слушать, если вам в кайф, а если такие отношения, ну, как бы высасывают и доставляют вам, типа, дискомфорт, ну, тогда надо просто расставаться и все. То есть тут, понимаешь, да такая философская тема, здоровые отношения или нездоровые отношения, ну, типа, да у всех это разное, типа. Ну, на самом деле, давай немножко сформулирую вопрос по-другому. Я знаю, что недавно, извини, пожалуйста, перебью, я просто сейчас, понимаешь, сейчас настолько, я недавно видел видео, где женщина в Штатах засудила родителей за то, что они ее родили без спроса. Я слышал про это. Это реальный видос. Это ужас. Это, это, ты просто представляешь, насколько рамки здорового размыты, типа. Она сказала, что, она говорит, типа, на серьезных щах вообще, она говорит, я засудила своих родителей за то, что они, ну, со мной не посоветовались до моего рождения, хочу ли я. Если бы я знал, что мне придется работать и вот все вот это, страдать, то я бы никогда не согласилась на то, чтобы родиться. Поэтому сейчас, когда у меня получилось, у нее получилось отсудить. Ты представляешь, насколько вот, ну, типа. Ну, это прям какой-то сюр. Ну, сюр. Ну, в целом. Неужели это не какой-то инфоповод, фейк? Нет, это правда? Это реальная история? Ну, да, слушай, в целом политика суда на Западе у нас отличается. Ну, то есть, иногда она доходит до какого-то, ну, абсурда просто. И у нее сейчас, типа, она организовывает направление, где она учит детей, как судить родителей за то, что их родили без спроса, и с этого иметь деньги, чтобы не работать, типа. И вот отсюда вопрос, а что есть здорово? Ну, типа, да, ты понимаешь, а для нее вот это, типа, здоровый формат. А, то есть, надо было медиума нанять. Медиум, который свяжется с ребенком в утробе, и родительным скажет, хочет ли он рождаться или не хочет. И знаешь, к чему она призывает? К абортам. Типа, если ребенок медиуму говорит, что он не хочет, то нужно делать аборт. Ну, то есть, понимаешь? Думаю, ты сейчас, по-моему, по моему лицу видишь, да? Ну, типа того. Ну, я сам, ну, я сам, типа, я офигел. Я даже отрепостил к себе в Инстаграм, типа, в сторис, типа, и просто написал, ребят, у этого мира вообще есть шанс? Ну, типа, это же вообще капец. Поэтому здоровое, нездоровое. Я считаю то, что... Знаешь, что я считаю? Я считаю, что если у вас даже по общепринятым меркам нездоровые отношения, но вы счастливы, и очень важно, это, к слову, об этой женщине, не мешайте обществу и никому не приносите вред, нафига кого-то слушать вообще? Зачем? Если вы счастливы. Я в целом, знаешь, до чего дошел? В сухом остатке нет никакой разницы, красивый ты или нет, богатый или бедный, сильный или слабый, умный или глупый. В сухом остатке все упирается в то, счастливый ты человек или нет. Никакой разницы вообще в этом во всем. Вот по большому счету нет. Это тоже, знаешь, как ты сказал про то, что, про общество. Вот помнишь про успешный успех? То, что тебе закладывают квартиры в 25 лет, машина. Ну да. Если нет, то все, ты неудачник. Ну да. Вот, наверное, знаешь, вот у нас сейчас получается такой вот идеологии, то, что ты потом в 25 лет уже должен иметь все. Но, мне кажется, не всем это нужно, и не для всех это счастье. Ты понимаешь, это ни для кого несчастье, бро. Типа, фишка в том, то, что... Не, ну есть люди, которые реально кайфуют, что вот они там, у них 26 лет квартира, там все. Да они просто умеют быть счастливыми. Возможно. Никакая квартира, никакой машины, ну типа не сделают тебя счастливыми. Синдром дорогой тачки. Именно. Как мы с тобой говорили. Именно. Я приехал в Москву 8 лет назад. Где я работал? Не помню. Я работал в Яндекс.Такси. Кстати, расскажи немножко об этом. Я работал в Яндекс.Такси. Блин, давай начнем с того, что я работал в 15 лет рыбаком на судне. Типа, я разгружал сети с рыбой. Там плюс 1 градус, у тебя все руки трескаются. Я типа разгружал сети с рыбой. Потом я купил такую маленькую свою лодочку, типа... То есть трек моряк у тебя получился, я думаю... Да, стань, типа, да. Песня как раз про это, типа, когда моряка ждет девушку. У меня тогда была девушка, мне было 15 лет, она меня типа ждала вот с этого, типа, ну а-ля, типа, плавания. Хотя, конечно, я не уходил куда-то в плавание на месяц и так далее. Но все равно, ну не об этом сейчас. Суть в том, что я там потом купил себе там лодку уже сам. Я ловил рыбу и разводил ее по домам богатых людей в Нижнем. И продавал, типа, живую рыбу. Типа, зачем вам покупать замороженную в магазине, если вы можете у меня купить там живую щуку. Короче, капец. Я строил срубы для бань топором. В Москве я когда приехал, работал в Яндекс.Такси, в экономе официантом. Это важно. Ну, короче, где только не было, короче. Я к чему говорю? Вот смотри, потом у меня начала расти карьера, у меня там и свои концерты уже пошли, и в целом какие-то движухи музыкальные. Там познакомился с какими-то артистами уже популярными. Сам растул как артист, да. То все, пятое-десятое. Как бы позволил себе первый раз в жизни на Мальдивы уже сгонять, там, да, маму отправить там куда-то там в Таиланд и так далее. Суть в чем? Я не скажу, что... Я не скажу, что меня это сделало счастливым. Понимаешь? Меня делает счастливым работа над своим мышлением. Ты как бы либо умеешь быть счастливым, либо нет. Деньги – это очень крутой инструмент. Вообще офигенный инструмент, который либо усиливает твое счастье, если ты умеешь быть счастливым, либо усиливает твое несчастье, Если не умеешь быть счастливым Это, кстати, к слову о том, что очень много Миллиардеров плачут на своих яхтах Пока кончают жить самоубийством Нет, хорошая жизнь Ну да, и в своих тачках, Rolls-Royce Ну то есть это Я тебе больше скажу, у меня Много сейчас знакомых, очень богатых людей Из них 2% сейчас Артистов в плане Типа популярных 2% сейчас Хотя казалось бы, да, вот как многие люди думают Жизнь артиста, актера, знаменитости Богача, это же прям вот предел мечтаний Слушай, ну тут тоже, знаешь, какая тема Чтобы понять, что счастье не в деньгах Все-таки эти деньги надо заработать Осознать это Ну типа того Твоему мозгу нужно это понять Да, 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 то есть типа того То есть это очень важный момент То есть тут тоже легко такое, знаешь, подойти К человеку, который, у него горят глаза У него горят глаза И ты ему говоришь, слушай, чувак, счастье не в деньгах Ну типа, что? Ему перестать развиваться и зарабатывать? Это круто же зарабатывать, это же офигенно Но просто, опять же, он поймет это, осознает Что счастье не в деньгах, тогда он начнет зарабатывать уже Это тоже важная тема Да, то есть, на мой взгляд, вот Зарабатывать, стремиться Реализовать свои мечты и хотелки, это круто Просто нужно делать это каким-то культом и фанатизмом Ну да, то есть, а сейчас это именно культизируется Или как это сказать У меня, знаешь, какую ситуацию сейчас вспомнил Из детства Короче, была такая тема Мы с сестрой постоянно Короче, мама нам покупала ММДМС Типа, она покупала ММДМС Я не скажу, что я из какой-то там супербедной семьи Но как бы Ну и не с богатой Ну типа, чтобы там бутсы мне футбольные купить Ну как бы там Нужно было что-то подумать Где-то ужаться, там, будет что-то такое Я помню, как бы Вот ММДМС Мне очень не нравились Очень И она, ну, мама всегда покупала Там на Новый год ММДМС И мы с сестрой, я помню, делили постоянно пополам Эту пачку И вот я помню, я съедал все сразу А сестра там вот, типа, она долго растягивала Я потом еще у нее ел Типа Мы постоянно ругались Какой ты хитрец Суть даже не в этом Суть в том, что Знаешь, что я думал? Что когда я начну зарабатывать Вот я когда-то начну зарабатывать И я смогу себе купить Вот неограниченное количество ММДМС Я буду самым счастливым человеком Вот я реально так думал в детстве Ну прямо был в этом уверен Что в итоге? Я помню этот момент Когда я приехал в Москву Первые там два года я жил Я снимал комнату На станции Лось Такая станция И там, да Я снимал комнату Не было кровати Я спал на матрасе На таком промятом Там иногда тараканы были И... Это времена Яндекс.Такси? Да, типа того И, короче И ты знаешь В какой-то момент Мой доход там стал расти Я там что-то Там-сям Движухи какие-то Начал мутить Там свои какие-то уже концерты Там корпораты Окей И ты знаешь Я купил И помню этот момент Когда я пошел в магазин И купил себе По-моему Блин, двадцать что ли Пачек МДМС Я такой Все, наконец-то Ва-банк Я был таким счастливым Я иду Домой Но мое счастье Продлилось недолго На третьей пачке На четвертой Когда я ел там Три дня подряд Потерял весь свой Всю свою скру Потерял это все Все стало бессмысленным Типа Я больше У меня больше нет мечты У меня больше нет В этом Вот в этом Типа какой-то Искринке Что я ждал Нового года Ну я не знаю Типа Ну там не то, что Цель достигнута Ну типа да То есть Не только Нового года Конечно, понятное дело Но все равно я ждал праздников Чтобы это было А сейчас Да они даже не такие вкусные Уже, понимаешь То есть ты ведешь это к тому Что Путь Своего рода была даже как То есть Во-первых Что само счастье дает путь Да А не результат Момент 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 Как Я говорил недавно В одних рилзах Есть Всего два дня в году В которых мы ничего Не можем поменять Это вчера И завтра Все А вот сегодня Оно доровано И вот этот путь Процесс А мы же живем как Да какое мы Да и я Я с этим всю жизнь работал Только сейчас Более-менее Я еще начинаю не зацикливать Я всегда Вот где-то в будущем Я стану счастлив Вот я добьюсь этого Я буду счастлив Вот это Вот это сделаю Вот это куплю Я буду счастлив Вот пойдут Вот концерты Вот я вот соберу Тысячу человек Я буду счастлив Вот трек зайдет Я буду счастлив И что в итоге Все время поднимаешь планку До которой дотянуться Да ты все время Но это же не Ты все время Где-то в будущем Жизнь идет 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 И ты где-то Где-то там Что-то там Это капец То есть это При этом При всем Твой потенциал В настоящем снижается У тебя меньше энергии Типа Когда ты В настоящем живешь И кайфуешь У тебя и продукт Во всем другой получается Вообще результат Во всем другой Когда ты просто кайфуешь Понимаешь Ну кстати знаешь Недаром говорят Про то что Когда вот Многие там Знаменитые личности Как вы там Добились успеха Многие говорят Я занимался этим Не ради денег Славы Мне просто нравился процесс Ну да Они кайфовали В моменте Что называется Говоря модным языком Ну да И добивались Деньги были следствием Артефактом Типа того Знаешь Мы вообще начинали Про отношения Ну на самом деле Оно все взаимо Все вот эти философские темы На мой взгляд Они взрывы В отношениях Можно побольше покопаться Согласен Согласен Ну Ну кстати да Мы начинали про отношения Все верно Ну да Ну унесло Прикольно Так всегда бывает Слушай На самом деле У нас Во всех там съемках Своего рода магия И вот сейчас Мы с тобой даже записываем Этот подкаст Мы прекрасно понимаем Что мы начинали записывать Его про отношения И не заметили Как нас просто унесло Я не скажу Что в менее интересную тему Да В интересную Просто у нас Бесчисленное количество тем Девчонки уже с горным Которые только расстались Они такие сидят Ну где Они вначале подготовились Слушать про отношения Просто увело куда больше Да Слушай, ну давай тогда Я предлагаю Закончить уже долго вроде В принципе по Таймингу Просто мы можем В следующем выпуске Уже более Поддерживать Поподробно обсудить Тему отношений Ребят, с вами был Кайман Это соло-подкаст Мысли вслух Ставьте колокольчик Подписывайтесь И слушайте мои песни Ведь это Самая Наверное Сильная благодарность Которая Может быть для меня Будьте счастливы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому